Приветствую вас и понимаете, в чем дело. А чтобы показывать, что вы мужчина, не обязательно ссорить, не обязательно ругаться и кричать. Нужно просто защищать свои интересы. Разговаривать, выяснять, говорить о том, что вам не нравится, что вам не по душе. Вы пишете, что вы ни к чему не придирались и на некоторые вещи закрывали глаза. То, что ни к чему не придирались, это хорошо. А вот то, что на некоторые вещи закрывали глаза, плохо. Потому что не высказывание того, что вам не нравится. Слепое принятие всего того, что делает, допустим, ваша девушка, ей свидетельствует о том, что вам все равно, как она себя ведет и что делает. А если вам все равно, значит, и чувств у вас к ней нет. Так, по крайней мере, она думает. Люди на бытовом уровне ссору воспринимают, как проявление неравнодушия, не безразличия. Но ссора есть резкая, негативная форма проявления этого самого неравнодушия. Допустим, если человек выплескивает свои эмоции периодически в виде крика, рука, ссора и так далее, то это его потребность. Потребность в аффекте. Через аффект выпускается та накопленная негативная энергия, которая в нем есть. Это хорошо. Но это больше применимо к женщине, потому что женщины существуют более эмоциональны, чем мужчины. Если мужчина будет так делать со своей женщиной, будут ссоры, обиды, непонимания и так далее. Поэтому нужно быть более соответствующим половой принадлежностью. Вы мужчина. Мужчине не пристало кричать. Мужчине не пристало на одном уровне выяснять отношения с женщиной, то есть на одном уровне с ней. Мужчина на то и мужчина, что его поведение отлично от женщины, оно другое. И другое, значит, более рассыдительное, более спокойное, более выдержанное и так далее. И если вам что-то не нравится, вашей женщине до этого нужно... Это нужно донести. Вашей женщине до этого нужно, как бы, дотянуть, доучить, помочь ей понять, что какие-то фишки вам не нравятся. И вот в этом вы не правы. Не правы в том, что принимали ее целиком и полностью без какой-либо обратной реакции. Без какой-либо обратной связи. Без корректирования того, что она делает. Потому что девочка понимает, что она не может делать все правильно. Она не может делать все хорошо. Она не может просто в силу природы человеческой не может делать все, что вам нравится. Ну, не может. А вы ничего не говорите. И это отношения безразличные. Безразличное, естественно, может убить любые отношения. И именно поэтому ваши отношения закончились. Потому что считают, что вам стало все равно. Не нужно защиту своих интересов обязательно связывать с криками, с рубами. Ведь защита интересов – это нормально. Это то, что естественно для человека. А вот крики и ссоры – это лишь форма выражения защиты. И форма выражения защиты не самая лучшая. А если быть точнее, то эта форма выражения защиты пришла из детства. Помните, когда в детстве ребенок начинает кричать, когда что-то не по его, что-то не по нему. Так вот, взрослому вести себя так. Не совсем приемлемо. Особенно мужчине. Поэтому вы, как бы сказать, отрицая форму, то есть форму конфликта, как ссору, вы, по сути, отреклись от своих интересов. Вот это была ошибка. То есть изначально направление вашего поведения было верным, но вы слишком увлеклись двигаться в этом направлении. И в итоге переборщили. В результате чего отношения у вас закончились. Конечно, это не единственная причина. Отношения бы не закончились, если были бы чувства. Но это сопутствующие симптомы. И вам желательно бы сделать так, чтобы больше в будущем этого не повторялось. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучше. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго.